Обилие снега нынешней зимой обязательно обнаружит все дефекты кровель. Но для жителей поселка дома отдыха Румянцева эта зима не из ряда вон, а к сожалению такая же, как и многие предыдущие. Вот так мы проживаем в трехэтажном доме, с вами дома отдыха Румянцева. Протекает крыша у нас уже 15 лет, 2016 год. Ремонтируют ее, так они ее ремонтируют всегда заплатками. Вот на счетчик текла вода. У меня в прошлый раз все погорело. И музыкальный центр, и машинка стиральная загорела. Много чего погорело. В квартире встречают тазики и ведра. Капель здесь в любое время года, когда выпадают осадки. Вот в этом году мы сделали ремонт обид панелями. А до этого все стены, потолок черным-черно было, как вот в этом, на лестнице. Росли грибы даже. У соседей мокрые стены, грибок не оставляют даже надежды на нормальные условия жизни и здоровье. Чтобы хоть как-то побороть вечную сырость, Надежда Евгеньевна, отработавшая за эту самую квартиру около 20 лет, включает газовую плиту. Я работала в котельной, чтобы получить квартиру. Потом сильно обожглась, потом я работала в столовой. Тоже в дом-отдыхе Румянцева? В дом-отдыхе Румянцева, да. Это квартира в частной собственности? Нет, не в частной. Не дают приватизировать квартиру. Не дают? Не дают. Нет. Не разрешают приватизировать квартиру даже по суду, потому что часть многоквартирного жилого дома уже в собственности, но не у жильцов, а у новых владельцев дома-отдыха Румянцева. Вот за этим забором находится дом отдыха. Сейчас он не функционирует. В начале 2000-х его закрыли и продали в частные руки, а вместе с ним и многоквартирный дом. Истории жильцов здесь похожи. Люди приехали, отработали за жилье по 10, 15, 20 лет. Приватизировать квартиры успели единицы. Остальные получили долгожданный ордер, который в новых реалиях оказался недействительным. По словам жильцов, новые хозяева предложили им выкупить заработанные квартиры. Причем мокрые и гниющие, но не по остаточной стоимости. В дом отдыхе отработали мои бабушка и дедушка. Двое дядек работали. И мать с отцом работали. И я работала в дом отдыхе. Потом он закрылся. Все. И квартиру, значит, я должна покупать. Выкупать. Или меня могут выселить. Я не знаю, что дальше вообще нам делать. Крыша течет здесь не только на верхнем, а на всех уровнях. Эта квартира на втором этаже. Все течет по выключателю. Даже страшно включать. Иногда он трещит. Мы иногда сидим без света в коридоре. Обратите внимание, в каком состоянии проводка. А между тем, уже 20 лет в доме нет горячей воды. У всех стоят электрические бойлеры. Далеко ли до беды? При этом квартплата баснословная от 15 до 20 тысяч. Без учета электроэнергии, за которую с января нынешнего года стали платить в МОСЭНЕРГО. Мы же платим и выструю, и за свет теперь платим, и за капитальный ремонт, и за мусор. И эти же платежки нам, он эти цены выставляет вот такие. Я у него сколько раз просила, говорю, дайте мне квитанцию, распечатку, что за что я плачу. Я же не знаю. Вот он, вам повесили вот эту бумагу, оплачивайте, вот дает квиточек. А что, за что? 20 лет. И не выдает ведь? Никакого договора на обслуживание дома жители с директором ООО «Дом отдыха Румянцева», равно как и с новыми собственниками, не подписывали. Это вот они нам прислали, чтобы мы с ними заключили коммерческий договор. Но так мы не дождались. Жители домов писали во все возможные инстанции о своих проблемах, но ответы повторяют друг друга. Дом в частной собственности ничем помочь не можем. Госжилинспекция ответила примерно так же, но есть интересный момент. Оказывается, у новых владельцев нет лицензии на управление жилым фондом. Мы дозвонились до директора дома отдыха Румянцева. У нас дом Модых Румянцев – это комплекс. Со своей инфраструктурой у нас вся инженерия, она находится в собственном. Если это все мое, я должен на эту лицензию получать или нет? Если все инженерные системы ваши, значит, вы это все ремонтировать и обслуживать-то и должны. Ну вы понимаете, в чем дело. Вот то, что вам жители сейчас говорят, да? Процентов 80 – это неверно все. Что касается коммунальных услуг, мы с них берем ровно столько, сколько мы расходуем. Мы никакую морду на коммуналку не получаем. У нас коммуналка, так как они там, для нас она убыточная. Вы понимаете или нет? Нас никто не датирует. Мы коммерсанты. Мы купили обед в комплекс жилым и незилым фондом. Мы не виноваты. Нам продали, мы купили. Там, да, сейчас там появились собственники. Но там есть квартиры, у которых даже нету собственности. У них право регистрации. Мы сколько раз обращались в администрацию Истинского района, чтобы они своих избирателей забрали от нас. Никто их не забирает. Это остров, который забыл, государство, которое забыло и повесили на нас, на коммерсантов. Получается, за капремонт люди платят, но крышу не ремонтируют. Ни за счет фонда капремонта, ни за счет собственника. За содержание дома люди платят, но денег ни на что нет. Содержание жилфонда для коммерсантов убыточно. У меня 200, у кого-то 2500. Это каждый месяц сумма, которую мы на содержание жилфонда оплачиваем домотдыху. У нас 32 квартиры, если даже по 2000, это уже 60 с лишним тысяч в месяц. Ну и получается, что на содержание жилфонда мы все сами делаем. Снег сами, если нужно было, нанимали трактор. Никогда уборщиц не было в этом. Сами моем и сами подметаем. Очистных нет. В реку молодильно по прямой идут. Вся канализация течет в реку. Никому нет дела. Поскольку дом в собственности коммерческой структуры, то ни одно ведомство помочь людям не берется. К слову, крышу директор обещал все-таки подлатать. Именно подлатать, а не отремонтировать, когда тепло наступит. Но все понимают, что крыша – это только верхушка небоскреба проблем жителей трехэтажного дома, которые оказались никому не нужными, как отработанный ресурс. В поселке дома отдыха Румянцева два многоквартирных дома. И оба в плачевном состоянии. Мы хотим обратиться к администрации Истринского района, к Витышеву и Татьяне Семеновне и к губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву. Пожалуйста, мы очень вас просим. Возьмите нас к себе на ваш баланс. Мы хотим с вами заключить хоть какие-то договора, даже по соцнайму. Мы просто не знаем, как нам выживать. Елена Аешина, Иван Масалев, Истра, РФ.